Зощенко, сила таланта. Успех актрисы Кузькиной был потрясающий. Публика била ногами, рычала. Поклонники актрисы кидали на сцену цветы, кричали «Кузькина! Кузькина! Кузькина! Кузькина!» Один из наиболее юрких поклонников пытался проникнуть на сцену через оркестр, но был остановлен публикой. Тогда он бросился в боковую дверь с надписью «Посторонним воспрещается» и скрылся. Актриса Кузькина сидела в артистической уборной и думала. Ах, именно о таком таланте она и мечтала. Потрясать сердца, облагораживать народ своим талантом. Но тут в дверь постучали. Ах, сказала актриса, войдите! В комнату стремительно вошел молодой человек. Это был и юркий поклонник. Он до того был боек в своих движениях, что актриса даже не могла лица его рассмотреть. Он упал перед ней на колени и, промычав, влюблен, восхищен, схватил брошенный на пол сапог и стал покрывать его поцелуями. «Позвольте, — сказала актриса, — но это не мой сапог. Это комической старухи. Вот мой!» Поклонник снова яростью схватил актрисин сапог. «Второй!» — хрипел, ползая на коленях поклонник. «Где второй?» «Господи!» — подумала актриса. «Как он в меня влюблен!» И, подавая ему сапог, робко сказала. «Вот второй!» «А там мой лиф!» «Ха-ха-ха-ха!» Поклонник торжественно схватил сапоги и лиф и прижал к груди. Актриса Кузькина откинулась в кресле. «Господи! Что можно сделать с силой таланта? Довести до невменяемости? Успех! Какой успех!» Поклонники врываются к ней, Целуют ее обувь, Счастье, слава! Потрясенная своими мыслями, Она закрыла даже глаза. «Ах! Ах!» «Кузькина!» — громко прокричал режиссер. «Выход!» Актриса очнулась. Поклонника с сапогами уже не было. После выяснилось. Из уборной, кроме сапог и лифа, Исчезла коробка с гримом, Парик, и что всего ужаснее, Один сапог комической старухи. Другого поклонник не нашел. Другой лежал под креслом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин